Добрый день, уважаемые жюри. Меня зовут Никитин Виктор. Я ученик 7-го Б класса Мирюльской среднеобщерназовательной школы номер 2. Тема моего доклада о создании сейсмографа своими руками. В последнее время происходит больше стихий не к бедствии, и для кисения во всем мире. Стихий не действий сил природы пока еще не в полной мере по властям человека, нарушает нормальную жизнедеятельность людей и работа бедствий. И противопередить это бедствие актуальный вопрос к сейсмографии. Цель работы. Изучить историю создания ли прибора сейсмограф и создать сейсмограф в домашних условиях. Разрешивающие исследования. Первое. Изучить историю создания сейсмографа. Второе. Собраться в модельный сейсмограф. Третье. Проявить все регистрации сколебания прибора сейсмографа. Четвертое. Снимать электронную презентацию. Методы исследования. Первое. Поиск и анализ информации по данной теме в разных источниках. Второе. Конструирование. Третье. Проведение экспериментов. Практически означающий проект. Третье. Оборудование может быть применено на уроках географирового мнения практических работ. Гипотез. Домашний сейсмограф может быть использован для оценки и заливания в помещении. Сейсмограф. Лирическое слово землетрясение записывает. Третье. Для определения силы и взастреления землетрясения. Первое. Известные попытки изготовить прибор, предсказывающийся на землетрясение, переночить китайские филосы и астроному Джастлина. Первый сейсмограф, проведенный инструкцией, изобрел русский ученый, потомок Канезин Галитсиных Парис Борисович Галитс. Основоположные космические сейсмологи. Демрясение – это стихиями бедствий, приносящие много соревнований и бед многим людям на земной шар. Демрясение в Индии 2001 года под своей мощностью поразило всех. Демрясение в Индии 2001 года. Мы сделали три эксперимента. Первое. Колебания интенсивности работы в стиральной машинах по шкале Меркаль. Второе. Колебания лестницы, когда по ней идут много людей. Третье. Колебания пола, возникающих при прыжке. При состязании эксперимента пришли к выводу. Смога получил очистительный прибор, который улавливает и регистрирует подземные точки. На ваших слоях можно собрать простейший сейсмограф. Он прост, используем и применим для регистриятия механических колебаний энергетической природы. Собранный материал будет представляться большую ценность при изучении темы землетрясения. Первое. Особенно шумно в нашей школе бывают коридоры по взгляду большой термин. Второе. Колебания немножко отехать, если дети медленные ходят по коридору. Рассказывается на качество отдыха перед уровнем. Третье. Данный материал может быть использован в 2 классных часов, а в 3 шумах на 5 человек. Тверое. Все это в школьном коридоре болеет из-за шума и талибани полукоридора. Пятое. Школьные системы можно также наблюдать за уровнем шума в различных местах. Спасибо за внимание.